Россия рассматривает возможность отказа от выполнения советско-американского соглашения Шеварнадзе и Бейкера, в соответствии с которым было разграничено морское пространство Берингово пролива. Подписанный в 1990 году договор, согласно которому США получили около 30 тысяч квадратных километров исключительной экономической зоны Советского Союза и более 40 тысяч квадратных километров шельфа, в ближайшее время может быть денонсирован. Об этом на пленарном заседании Государственной Думы РФ заявила член Комитета по международным делам Роза Чемерис. Вопрос возможной денонсации договора, который так и не был ратифицирован парламентом РФ, российские чиновники начали обсуждать еще в 2020 году. Информацию об этом также подтвердил заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, также присутствовавший на заседании. «Ранее идею покончить с соглашением и де-факто объявить российской часть экономической зоны, которую ныне контролирует США, в октябре прошлого года, высказал сенатор от Камчатского края Борис Невзоров». По его словам, договор Шеварнадзе и Бейкера носил дискриминационный характер и несправедливо лишил Россию территории в 78 тысяч квадратных километров Берингово море, включая континентальный шельф. В США такие желания России пока не комментировали.